И наши гости не поддержали, хотя мэры городов знают об этом преступлении, и оно проводится массово по всей Украине. И это связано как раз со Смелой, вот, с другими городами. Вот эта прокладка, которая возникает, и на которую платят деньги граждане, а потом, да, верните, и потом возникает этот глобальный долг перед НАК «Нафтогазом». Возможно, только в одном случае, в случае сговора вот этой прокладки с НАК «Нафтогазом» Украины. И суть заключается в следующем. Ни одна прокладка не накопит долг 86 миллионов, вдумайтесь, пойдите накопите такой долг, только отдавая по чуть-чуть НАК «Нафтогаз» Украины, то есть давая там наличными, или как они расплачиваются. Таким образом, единственным преступлением, а НАК «Нафтогаз» Украины... Була. Не Е, була. Була. Это важливо, да. НАК «Нафтогаз» Украины назначается кабинетом министров, фракциями, которые сидят в парламенте правящие. Это их люди, это их фунты. И им дается такое распоряжение. Вот этим можно накапливать долги. А потом что они делают? А потом они в этом преступлении говорят, в следующем году будут мэры городов платить. Мы же им дали самоуправление. И мы им дали кредиты. И теперь это преступление должны закрыть мэры городов. Но некоторые не разобрались в этом и начинают бастовать. Тогда они начинают их снимать, чмурить, или вот так вот заставлять, или как смело отключить. Поэтому совершено преступление. И эти преступления не остановятся ни в этой студии, ни завтра. Пока будет НАК «Нафтогаз» Украины, эти преступления будут совершаться. Другое закрутят. У вас 98 висоткинских рынках. И в этом преступлении, кстати, и люди все известны. Правильно вы их назвали? Левочкин, Фирташ, Кобелев, Порошенко, Гройсман. Вот все они занимаются воровством в Украине. Как они переоспределяют деньги, я не знаю. Но они собираются на свою стратегическую девятку, делят страну, делят 3,5 тысячи госпредприятий. Поэтому они говорят о приватизации 3,5 тысяч. А они ее не проводят. Везде исполняющие обязанности. Потому что так легче воровать. Поэтому вот на наших глазах совершено преступление в смеле. А что делает президент? Президент абсолютно незаконно дает распоряжение на акт нафтогаза Украины поставлять газ туда. Потому что он не имеет права как президент вообще туда вмешиваться. Это не его функция. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова